Новое видео выходит каждый день в 20.00 Я вообще не знаю, что это будет за ролик, в какой плейлист его засунет, в разговорные видеоролики или еще куда-то, потому что я не знаю. Я вот в самом деле не знаю. Я вот посмотрел интервью у Митя, ну как посмотрел, я пробежался по парочке тайм-кодов, из вот этого вот самого интервью у меня сложились там некоторые суждения, некоторые мнения у меня целостное развивалось. Во-первых, Деларинзе тупой. Ну, если он, конечно, не прикидывается там, если я на правильные тайм-коды попал, то он тупой. Он пиздец какой тупой. Ну ладно, ладно, я думаю, что вы это и так большинство знали. Я вам от этого как-то Америку не открыл, ничего нового не рассказал. Но тогда меня удивил. Меня, вы знаете, удивил владелец Даймонд Ролиплей. Он меня поразил своими высказываниями. Я слушал, я думал, бля, чел, ты в своей реальности вообще находишься или что? Или, блядь, я охуевал. Я вот просто, я смотрю, я не знаю, я вообще не понимаю, с чего нужно, значит, просто блядь, я не знаю. Я вот просто смотрел, я охуевал от того, что он несёт. Первые несколько минут, возможно, ещё как-то более-менее нормально создаёт впечатление делового человека. И вот всех прочих, там, вещей, всех прочих суждений и так далее. Потом просто начинается какая-то жесть, какой-то трэш, блядь, я не знаю. Я не знаю, как это можно охарактеризовать. Человек просто, я не знаю, блядь. И я, блядь, у меня мысли путаются, я даже не знаю, с чего начать. Это охуеть, блядь. Тони Батори, Тони Батори, Тони Батори, одни и те же люди, блядь, похуй. Я охуел, я охуел от парочки его высказываний. Сейчас я их как-то поподробнее, наверное, разберу. Скажу, почему он не прав. Лично по моему скромному суждению, да, возможно, в комментариях, там, согласитесь с Тони Батори, вот этим, вот, возможно, согласитесь со мной, там, или ещё с кем-то. Но я просто, я охуел. Давайте разберём немного по тезису на то, что вот он там сказал. То есть, Батори на полном серьёзе считает, что основатели Аризоны испортили рынок ютуберов. То есть, то, что теперь даже самые какие-то там маленькие начинающие ютуберы берут огромнейшие деньги с проектов. И он реально считает, что, я не знаю, то есть, смотрите, в чём дело. Аризона, как бы, пришла и начала платить ютуберам столько, сколько они в самом деле заслуживают. То есть, кому-то платить больше, кому-то платить меньше. Тем не менее, ценники Аризоны, у всей Аризоны абсолютно демократичны. Правила у Аризоны абсолютно свободные. Для тебя, как для контент-мейкера, ты можешь снимать абсолютно всё, что угодно, если где-то там как-то правильно синтегрируешь вот эту вот самую Аризону ролеплей, и как бы всё будет нормально. То есть, смотрите, в чём дело. Чем недоволен человек, то есть, да, вот чем недоволен человек там в плане Аризоны? Человек недоволен тем, что раньше ютуберы не знали, сколько можно попросить сервера. Аризона пришла, заплатила ютуберам столько, сколько они в самом деле заслуживают. И Баррера говорит, еба, Аризона, мы раньше наёбывали этих дебилов, этих петухов, этих ютуберов. На бабки, бля, а вы пришли, вы заплатили им нормальные деньги, пиздец вы уебаны. Если перефразировать на человеческий язык, вот именно это говорит вот этот вот Геррера, Баррера, там кто, блядь. Вот этот вот основатель Даймонд Роллиплей, там сложный у него ник, наверное, Тони Батори, там как его, неважно. Я смотрел, я охуевал, у меня слов не было, чел это на полном серьезе, или он рофлит, блядь. Мы, я вам хочу напомнить, мы живем в жестком капитализме, в условиях жесткого капитализма. Каждый человек всяческими разными способами пытается заработать денег. Разумеется, у каждого рамки морали и всего прочего, они как бы разные. Кто-то может позволить себе то, кто-то не может позволить себе этого и так далее. Но претензия Тони Баррера, Тони Батори, блядь, она в том, что Аризона начала платить нормально ютуберам столько, сколько они заслуживают. Вы понимаете претензию человека, да? То есть раньше ютуберов сервера наебывали, то есть вернее сервера наебывали ютуберов тем, что платили им достаточно малое количество денег за их работу, за то, что они привлекают народ на серию. То есть по факту, вот если мало ли кто-то из вас не знал, в большинстве случаев, 98,8% случаев, то есть то, что платит какой-то проект, какой-то сервер ютуберу, это с вероятностью примерно в 100% окупается. Потому что люди заходят, люди донатят, там люди зовут каких-то других своих друзей, те друзья тоже донатят. И вот так вот, вот так вот все идет. Поэтому затраты в ютуберов, они окупаются вот с вероятностью 98,8, блядь, процентов. То есть оставшиеся какие-то проценты, это когда вы берете каких-то накрутчиков или прочих уебанов, и они, разумеется, вам никого не приводят, либо у вас сервера говно, и как бы привезти на него кого-то просто невозможно, потому что люди не хотят там играть, типа вот в этом вот вся проблема. И понимаете, он дальше даже пример приводит, то есть он хотел взять на сотрудничество вот этого вот как раз-таки Тони Батори реального, вот этот Тони Баррер хотел взять Тони Батори на сотрудничество вот этого вот Зе Батори. Ну я думаю, вы знаете, вот канал на ютубе и так далее, он хотел взять его на сотрудничество, но потом услышал ценник, который они, кстати, запикали, и подумал, что нет, это неоправданно большой ценник за ютубера, то есть выхлоп будет минимальный. Какой выхлоп? Как он установил, сколько будет выхлоп? Как он установил, сколько будет просмотров у Тони, вот, блядь, у Тони Батори, блядь, я уже путаюсь в этих именах одинаковых, у него ролики, блядь, некоторые по миллиону, там чуть ли, блядь, не по два миллиона просмотров собирают и заплатить какие-то там, я не знаю, ну сколько он мог попросить по губам, если вот так вот прочитать. Ну ладно, я не буду ничего предполагать, ну точно же, блядь, не миллион рублей, то есть там соотношение не один к одному, так это, блядь, дешево, это, блядь, дешево для GTA сам ютубер, ну в самом деле, блядь. И вот человек сейчас сидит, ебам, мы раньше наебывали ютуберов, раньше они получали копейки, мы получали дохуя, а сейчас там еле-еле в ноль выходим, да, то есть вот так. Ну, я просто, я не понимаю этого человека, я, возможно, со мной что-то не так, да, возможно, правильно, когда наебывают ютуберов и вот всё вот это вот дело, ну я не знаю, блядь, я вот, я просто не знаю, что вообще произошло-то, сука, что, блядь, не так, пиздец, блядь. Ну, не, вы представляете логику человека, блядь, я сидел, я охуевал, блядь, я думал, Тони Баррера, блядь, Тони Батурин вот этот вот сидит там, блядь, пиздец, я говорю, что за хуйня, блядь, ты чё, серьёзно? Нет, ты, блядь, серьёзно, то есть ты не хочешь платить ютуберам столько, сколько они по праву зарабатывают, при том, что вот все эти расходы, они так или иначе отбиваются потом на донате, и Резона в этом оказывается виновата, охуеть, блядь, охуеть, ладно, ладно, я тут, блядь, уже на 6 сходим, даже практически на 7 сходим, хуя минут разобрал первый тезис, второй тезис, он менее такой большой, токсичная аудитория, понимаете, то есть все сейчас вот используют это вот новое модное слово, токсичность, токсичная аудитория, вот все токсики и так далее. Я, блядь, презираю это слово всей глубиной души, вы знаете, я люблю какие-то общественные явления, какие-то общественные движения, пока к ним не присоединяется большое количество людей, не начинаю туда просто в какой-то, блядь, мейнстрим допускать, потому что мейнстрим, он всегда всё портит, так было с Долорензи, так было с прочими какими-то вещами, то есть, ну, ну это пиздец. Мне не нравится мейнстрим, мейнстрим для кончатых долбоёбов, то есть, это нельзя назвать хайпом, это просто можно назвать мейнстримом, блядь, когда все вот это вот, блядь, слово ебучее используют токсичность, блядь, и просто пиздец, блядь, используйте не токсичность, используйте слово авангардный там какой-нибудь, да, человек, авангардный. Ну, прикиньте, все вот эти вот быдлы ебаные говорят, то, что там аудитория токсична, все токсичны, там, блядь, в онлайн-играх все токсичны, а ты говоришь, нет, в онлайн-играх, в том числе в Сампе, в том числе самповская аудитория, она просто авангардная. Вы представляете, что вот с вами будет, если вы такое скажете, вы все охуеют, блядь, ну вот, давайте я отвечу на претензии Тони Баррера, вот этого Тони Батурик, который там сидит, я скажу так, что аудитория осталась точно такая же, возможно, она немного повзрослела, возможно, стало еще что-то такое, но в этом виноваты, блядь, вы, сука, создатели серверов и все прочие люди, ебаные ютуберы, просто, блядь, обленились. Вы видели, что они, блядь, снимают? Купил аккаунт за 3 рубля, блядь, вот этим вот привлекают каких-то ебаных, блядь, шкалеров, просто пиздец, потом нормальные люди на это все смотрят, конечно, будут все токсичны, а хули, блядь, вы хотели? Когда, сука, какие-то люди там, блядь, фильмы, блядь, полнометражные, короткометражные в сампе снимают, а тут какой-то долбоеб, блядь, заходит там на онлайн гарант или на читмастер, покупает аккаунт за 3 рубля и такой, еба, бля, еба выпало, конечно, жесть, сейчас пойду реально поиграть, что это за хуйня, блядь? Как тут токсичным не станешь, сука? Как тут не станешь токсичным, блядь, я просто не понимаю, блядь, нормальный, адекватный человек же на эту хуйню смотрит, ему, блядь, выпилиться хочется, блядь, как с этими ебливыми трэками Делла Рензи, блядь, токсичным не станешь? Это просто, как с этим ебанутым Брулёвым, блядь, токсичным не станешь? Чел, хуйню льёт на протяжении уже нескольких лет в этот ебаный самп-сегмент, блядь, всем похуй бы. Как тут не станешь токсичным, блядь, как? И эти люди получают общественное одобрение, а эти люди зарабатывают огромнейшие, блядь, деньги. Как тут, блядь, не станешь токсичным? Чё вы несёте, блядь? Алло, нахуй, алло, ёпта, блядь, чё за хуйня? Я просто, блядь, не понимаю. Это Тони Баррера, он, видимо, находится в своём каком-то отдельном мерке, как какой-нибудь, там, знаете, Андрея Ринга или там какие-то прочие люди. Просто пиздец какой-то, блядь. Я просто не знаю, блядь, не, ну давайте ещё раз тезисы вот эти вот разберём. Ебан, Аризона начала нормально платить ютуберам, блядь. Теперь они у нас за копейки не хотят снимать, пиздец, пацаны. Охуеть, блядь, вот это трагедия, нахуй. Это пиздец, блядь. Аризона платит столько, сколько должны получать ютуберы? Нет, это полная хуйня. Ютуберы должны получить столько, чтобы им, блядь, на жизнь не хватало, чтобы они, блядь, видосы в GTA Sampe снимали, плюс ещё там на работу ходили, да? Заебись тактика, пацаны. Охуеть, льна, молодцы, насыти мне в уши, блядь. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...